Этот катамаран длиной целых 11 метров. Его крыша – солнечные батареи. А специальные двигатели позволяют катамарану развивать большую скорость. Что примечательно, за всю экспедицию судно не израсходует ни одного литра топлива. Он движется с помощью энергии Солнца. Евгений Казанов, руководитель экспедиции, мужчина рассказал, что одна из основных задач – это пройти исторический маршрут от Балтийского до Каспийского моря. Это путь длиной 5000 километров. Эковолна уже прошла 1900 километров. Проект включен в дорожную карту Маринет национальной технологической инициативы. Вторая основная задача – исследовательская. У нас здесь совместно проводятся с ведущими научно-исследовательскими организациями исследования. То есть первый наш партнер – это МГИМО. МГИМО на нашем борту проводит исследования по экологии тех водных маршрутов, которые мы проводим. И по результатам этих исследований должна быть составлена дорожная экологическая карта вот этого маршрута, чтобы люди другие, которые двигаются по нему, они знали. Студенты из МГУ делают пробы воды. Для этих условий катамаран подходит идеально. Он не оставляет топливного следа. Происходит это благодаря солнечным батареям. Световые панели преобразуют солнечный свет в электричество, которое поступает в контроллеры. Из контроллеров оно уже поступает в аккумуляторы, емкости которых хватит на то, чтобы содержать двухкомнатную квартиру целый месяц. На катамаране экипаж из восьми человек. Сергей Подобедов – самый юный член экипажа. Ему всего 13 лет. Однако Юнга всегда выполняет все необходимые поручения. Веду эко-журнал. Записываю скорость ветра, температуру, записываю радиацию, влажность и давление. Экипаж уже пережил много разных и интересных приключений. На Неве был самый сложный маршрут из-за встречного течения. А в Рыбинском водохранилище волны были высотой полтора метра. Евгений Казанов рассказал, что для того, чтобы предугадывать шторм, они купили крысу по имени Дамба. Правда, пока что животное только делает, что боится водных просторов. Мужчина, конечно же, пошутил. Он рассказал, что недавно хотели завести домашнее животное. И в одном городе продавец посоветовал им крысу, как самая смышленная из всех. Ему выделено специальное место в одной из кают. Всего их в катамаране четыре. Также здесь есть столовая и два гальюна. Само судно для России уникальное. Это переделанный катамаран. По словам Евгения Казанова, он идеально подходит для экспедиции. Длина его позволяет установить больший объем солнечных батарей. Всего эковолне предстоит пройти 20 регионов в нашей стране. Следующая крупная остановка экипажа – Нижний Новгород, по пути в которой они продолжат научные исследования. Валерий Седов, Олег Парамсин, телекомпания «Город».